доброе всем время суток меня зовут виктор я вас приветствую на 206 видео выпуске который называется на доске сегодняшняя тема посвящается тому как оценить потенциал сайта то есть что из него можно получить для кого это важно то есть первое это важно например если я все оптимизатор ко мне приходит клиент сайтом первое что мне важно взглянуть вот таким трезвым взглядом что можно сделать сайтом в ближайшее время то есть ну есть кучу критериев которые в принципе могут повлиять на на успех сайта собственно первое это необходимо оценить а дальше уже либо действует либо не действует второе это когда например вы покупаете какой-то сайт вы видите потенциал что можно там увеличить трафик в 10 раз и как следствие получить доход в 10 раз больше с этого сайта давайте рассмотрим основные нюансы на которые ну я обращаю внимание возможно они будут вам полезны первое это видимо из поисковой системе то есть первое это когда например вы берете сайт вставляете url в сам rush в серпстат или вахревс то есть и смотрите какая вообще динамика по ключевым словам то есть есть ли какие-то средние высокочастотные запросы хотя бы там в топ-50 то есть ну я имею ввиду запросы с частотностью там не не знаю 500 1000 и выше то есть более-менее такие коммерческие то есть если есть это в принципе уже хорошо и означает что ну сайт можно там у каждого конечно свои наработки но там например используя там без посты сателлиты комменты и там еще другие линки можно в принципе довольно такие просто получить топы но не всегда собственно смотрим на динамику то есть как она изменялась то есть ну то есть например всем раше можно по графику посмотреть там по трафику растет он не растет и я сейчас имею ввиду только поисковый то есть поскольку мы потенциал смотрим основном для seo то есть видимость то есть это основной критерий то есть если сайт по нужным словам даже не находится в топ-100 ну как бы вероятность того что он вылезет небольшая возможно он был под фильтром гугла возможно еще что-то сайтом есть что его сдерживает как следствие не факт что он ближайшее время будет получать нормальный трафик второе это обратные ссылки то есть первое на что я смотрю в обратных ссылках это ну какой анкор лист то есть если там есть переспам то в принципе здесь всегда есть риск попасть под фильтр за обратные ссылки под google пингвин и как бы все упадет ничего не будет расти и это займет довольно таки много времени восстановить поэтому первое это спам в анкор листе то есть есть нету дальше качество ссылок то есть качество ссылок важно смотреть например но есть сложные типы ссылок например там я не знаю с голуб сайтов саду сайтов причем не такие спамные нормальные то есть хорошие ссылочки есть комментарии это довольно таки простой вид ссылок есть там госпосты на авторитетных ресурсах то есть ну то есть оценить то есть своим взглядом насколько нормальная ссылочная масса насколько хорошие доноры то есть я обычно оцениваю их по ахрефс ранку то есть там домейн ранг пдр сортирую сначала от самых больших к маленьким и как следствие сразу можно увидеть основные доноры дальше динамика если динамика были ли спады например там год назад очень много ссылок проставлено а сейчас только идет спад то есть это тоже в принципе важно поскольку что там сайтом могло быть не так и но ссылки начали снимать пробовать что-то то есть на это важно обратить внимание ну и собственно типы ссылок я уже сказал то есть по сложности то есть если там много трастовых качественных обратных ссылочек то это как бы в любом случае хорошо еще важные нюансы то есть обращать внимание на возраст домена допустим он приближенно к топу там находится в топ-30 по высокочастотным запросам допустим у него с обратными ссылками все хорошо и вы видели видите что в принципе здесь особо сейва не делалось и домен довольно такие старые ну например от двух лет это хорошо да в принципе даже если год это тоже уже хорошо поскольку ну вы выиграете время этим дальше смотрим качество контента то есть какой-то контент кто его писал то есть можно в принципе там прогнать его через сервис контенты о да можно прогнать через другие сервисы посмотреть то есть саности этого текста нету ли там по старинке таких протянок текста выделенным болтом дальше посмотреть и оценить поисковый трафик какие страницы генерируют этот поисковый трафик но в любом случае придется смотреть через google analytics и через google webmasters ну и собственно использовать пункт 1 2 это то есть видимости ссылки и вместе то есть на глаз буквально там за 10-15 минут можно в принципе увидеть потенциал этого сайта и прикинуть сможете ли вы существенно увеличить поисковый трафик ну объясню например есть сайт там он находится в там в топ-8 или в топ-5 например по тематике генерируют определенный доход да но вы видите что с помощью ваших ресурсов там сателлита вы можете получить там не знаю топ-1 как следствие этот доход можно сильно приумножить в большинстве тематик получать запросам топ-1 основной генератор прибыли поэтому оценивайте потенциал продвижения сайта до его продвижения то есть и получайте больше результат собственно если у вас есть вопросы задавайте их в комментариях подписывайтесь на наши новые видео выпуски на доске до новых встреч